Добрейшего вам вечера, Олег Викторович! Крайне рады приветствовать вас и весь экспедиционный корпус в вашем лице. Сегодня вы были в Испанской Севиле. И как установлено неоднократно историческими фактами, вы ничего не делаете просто так. Поэтому разрешите задать вам первый вопрос. Почему, Севиле? Я сейчас объясню. Есть несколько причин, но я попытаюсь их объяснить по порядку. Дело в том, что с Испанской империей там вообще все очень нехорошо. Когда вы края какие-то смотрите, вам кажется, что то, что написано в истории, правда. Но, знаете, Попов говорил, академик, что ничего не поменялось, все до абсурда довелось. И Бадриар говорит, что первоначало остаются. Они могут в абсурд превращаться. А тут нет ничего. Да, и поэтому начинается какая-то неприятность. Сначала я долго изучал Испанскую империю во всех ее проявлениях. Ничего понять не могу. Если по-русски сказать, я испанцев не вижу. То есть я не вижу тех людей, которые завоевали полмира. Их нет просто. И для меня, конечно, был огромный шок. Эта поездка с Сан-Себастьяна в эту Португалию, когда я ехал через всю Испанию, и так и не мог понять, ну а где же величие Испанской империи. Согласно классической истории, считается, самой сильной неаполитанская школа фиктования, вторая канавская, третья сирийская. Ну и тут звезды сошлись. Вот этот вот коллега наш, фотограф, он оказался адвокатом, а не фотографом. Сегодня. Очень интересно. Испанский, да. И о фотографии это оказывается просто увлечение. Так вот, получилось так, что мы когда на площадь Испании все пришли, красивая площадь, ну все, Венеция, короче. Он мне говорит, ты там особо не обольщайся, это в 30-х годах построено. Я говорю, как? Ну, он говорит, вот так. Испанцами, американцами, ну, там, распроектировали, решили в этом стиле сделать здесь некую такую заводь. Я говорю, это тоже все построено? Он говорит, да. А это и это. Короче, Севильи нет. Это все сделано в 30-х годах. Полная симуляция. Общественно-исторический проект. То есть, Диснейланд. Пошли в собор смотреть. Тоже странноватый. Сам по себе. Ну, такой. Я его слепила из того, что было. Да, то есть, жена у него зовут Саша. По-русски говоришь, как ты. Приблизительно. Поэтому с переводчиком у нас проблем не было никаких. Как бы. Она еще на пяти языках разговаривает. Поэтому, как бы, и с этим. Она, вообще, она киевлянка. Но, киевлянка потомственная. То есть, по сути, ее отец сбежал от Сталина в Вену. В Австрию. Еще при тех, ну, при Репрессе. Ну, вот, при тех временах. И она, ей 50 лет, она родилась в Вене. То есть, она австриячка, как бы. И поэтому, по-немецки она говорит, как по-русски, как бы, по-русски, как по-невецки, как бы. Еще она говорит по-французски. Иногда, иногда разговаривает. Ну, короче, такая веселая девка. Она еще оперная певица, она консерваторию венскую закончила. Короче, при всех ее радостях, она еще и вот такая вот интересная тетка, как бы, да. И она там тоже развлекалась, как только могла. Мы с ней сегодня смеялись, как арабы. Короче, дошли до того, что арабы у немцев, у немцев продавали в 10 веке технологии. То есть, мы с ней развлекались, как могли вдвоем. Да. Ну, на самом деле, то есть, это еще один шар, как бы, в копилку того, что, ну, все немножечко, ну, не так. И что все испанцы из Испании уехали. То есть, их нет. Ну, тогда следующий вопрос. Вы в видео последнем, которое есть в группе, сказали, что, ну, минимум 50% Испании, это новодел. И, когда вам задали вопрос о версии, вы сказали, что о версии, вы подумаете по дороге из Севильи в Португалию. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то версия вот на сейчас? Версия есть. Ну, представьте себе, умирает Карл Пятый, он воспитал плеяду выдающихся людей, как бы, просто, способных завоевать полмир. Приходит его сыночек. Ну, и начинает там заигрывать с Папой Римским и прочими вещами. Они говорят, мы в этом участвовать не хотим. Он говорит, вы не правы, там, так нельзя и так далее и так далее. Он говорит, ну, мы не хотим в этом участвовать. А так как они все живут не в Испании, а везде, то они потом делают себе Бразилию, они себе делают Аргентину, Мексику, как бы, и так далее. Каждый себе сделал по государству и живут все нормально. И, в общем-то, и это очень легко доказать и проверить, потому что именно в этих государствах вот люди вот такие вот стремящиеся к мировому господству и разными как бы способами, в том числе и наркотиками. То есть, это криминал самый натуральный, как бы, который вот живет там в этих странах, он, юг Италии, и неаполитанское королевство. То есть, все части Испании. Королевская семья, кстати, жива по сей день. Неаполитанская. Поэтому, как бы, все, как бы, в полном, как бы, порядке. Спасибо зарядке. Поэтому, поэтому, версия есть, никто в Испанию возвращаться не собирался. А то, что добивали, в виде армады, там, этой, непобедимой, и так далее, и тому подобное. Это совсем не Испания. Это некая симуляция уже Испании, которая никогда уже в жизни, как бы, не существовала. Ну, и последнее, конечно, что добило Испанию, то есть, испанцы сели в пароход во время Второй мировой войны и уехали далеко-далеко, вывезя весь золотой запас Советский Союз в Испанию. Переехали все в Советский Союз жить, как бы, да, и вот, в общем-то, испанцев не осталось. То есть, все Испания, это общеизвестный исторический пак, что испанское правительство вместе со всем золотым запасом испанским и всеми людьми сели на пароходы и переехали просто, вот, все остатки Испании переехали в Советский Союз. То, что сегодня мы видим, я не знаю, кто это, как бы, потомки Нерофилиппа или кого-то, ну, такого, какая-то вот особенная Испания. Поэтому там ничего и нет. Ну, ты представь себе, как можно едешь, я говорю, где ваши эти Нобели-то живут? Они затрудняются ответить, я говорю, ну, у вас есть эти феодалы, должны быть, где они жили-то, замки какие-то должны быть? Они говорят, ну, вроде да, должны быть, а где? Ну, не знаю, где-то. По Германии едешь, одни замки, по Австрии едешь, одни замки. Поэтому едешь, одни замки. По Италии, по Калабрии едешь, одни замки. По Сицилии вообще замок на замке замком погоняет. Храм на храме ничего нет вообще. На всю Севилью один храм в центре, кафедрале. Ну, и там, понятно, есть другие храмы, мы их там видели сегодня в Закоулках какие-то, ну, которые настоящие, видимо, те еще испанские, которые остались. Ну, время мало, мы их не посетили, безусловно. Факт достается за факт, потому что, безусловно, там, если там 50% симуляции как бы существует, то есть, существуют и остатки какие-то, оба осколки, обломки, там, и так далее, и тому подобное. Ну, честно говоря, вот это с площадью Испании вообще нехорошо получилось, когда Роберто говорит, да ты особо, там, ну, не обольщаясь, я такой радостный. Я говорю, Леха, а так бы и не узнали. Леха говорит, знали бы, я бы все равно ковырять кирпичи пошел, по-любому, все равно узнали бы, пошел бы ковырять кирпичи и сразу тебе сказал, что это новое дело. Да, то есть, он все равно же полез бы, как бы, ковырять их, как бы, поэтому, как художник, все равно как-то выяснили бы, что это новое дело. Да, есть вот такая вот версия, она такая интересная, и она, вот у меня уже тут ряд, прямо фактов, существуют, интересных, которые каждый день пополняются, и вот я думаю, что, по сути, разъехалась Испания из Испании. А то, с чем мы сегодня имеем дело, это люди, как бы, ну, испанцы тоже, как бы, но это не те люди, это люди, которые там, ну, жили в воле и случая, как бы, да, то есть, и в них, как вы понимаете, ничего выдающегося, как бы, ну, и понятно, сколько лет уже Испания, там, какая-то там, средняя страна Европы, как бы, никакого величия, и новые какие-то самородки не рождаются, и король там, какой-то странный, там, Каталонию какую-то уговаривает быть в составе Испании, там, ну, бред какой-то, сумасшедший, то есть, представить себе, там, ну, самый простой пример, там, Ирония Мадекаранзо уговаривает Каталонию быть в составе, да, он просто, там, провел 3-4 мероприятия бы, и закончили бы, и Каталония вся бы кричала, Вива Испания, как бы, да, то есть, то есть, то есть, ну, нерешительные, ни на что не способны, ну, представьте, испанцы, которые голосуют за отмену кориды, ну, как, как это может быть, это теоретически невозможно, ну, то есть, это уже какие-то совсем другие люди, которые к этому всему не имеют никакого отношения, а те испанцы, они, что ж помните, ледорубом, Троцкого-то, в голову, по темечку-то, ледорубом, да, вот, вот, это испанцы, как бы, да, а это какая-то, вот, странная, как бы, как гордо людей, их даже сложно испанцами называть, это какие-то, ну, люди какие-то странные, ну, честно говоря, я вот на них сегодня смотрел, они там, пиво пьют, мама, PlayStation, как бы, и так далее, ну, то есть, нет в них стержня в этих людях, совсем нет, то есть, как бы, они, ну, обратите внимание, то есть, если вы там возьмете Украину, да, да, хорошая она там, плохая, но вот она, с характером, а у них характера нет, вот, это самое страшное, в них, вот, стойкости нет характера, то есть, наши могут головой об стенку биться, кричать, что они правы, даже если они не правы, десять раз, их голову все разобьют, и умрут в этом состоянии, ну, пусть они дураки, и так далее, но у них хоть какой-то импульс есть, ну, вот, к жизни, к отстаиванию своих, там, позиций, жизненных интересов, а у этих людей нет, вот, если я сходил по Севере, Катя сказала, что это самые лучшие фотографии, которые я когда-либо делал, то, что они наполнены добротой, прелестью, всякой радостью, дружесней радостью, дружестью, я это и хотел сегодня сфотографировать, и показать, что нету Испании, потому что Испания, и все, что Катя описала, несопоставимые между собой вещи совершенно, это люди, сделанные из стали, и титана, а эти люди, они, у них вот отношения, как бы, и так далее, и так далее, несвойственные, испанцы очень хорошие друзья, мы же заметили во время Второй мировой войны, как бы, что испанцы очень хорошие друзья, и очень сильные воины, как бы, но при этом, при всем, они, ну, ну, совсем не похожи на тех людей, которые сегодня пьют пиво, вино, разговаривают, радуются, то есть это люди бесхребетные, бесхарактерные, ну, люди, которые, ну, я бы сказал так, ни на что не способны, эти люди не способны на поступок, как бы, а испанцы всегда были способны на поступок, на протяжении всех веков, это и португальцы, вот португальцы, как раз, это как раз люди, вот, способные на поступок, они холодные, у них вот эта холодная ярость, и при этом они очень воспитанные культурные, воспитанные культуры, но видно, в них чувствуется сила, В этих людях чувствуется некое благородное начало, даже бабушка это на рынке стоит, у нас с чувством собственного достоинства продает эти помидоры, я даже заметил, аккуратная такая чиза, и вот ей у нас с достоинством это делает, и доброжелательная, и хочет помочь, хочет тебе помочь, даже поправляйте язык с испанского на португальский, и без злоб, то есть как бы учит тебя, как правильно говорить, чтобы тебе понимали, чтобы быстрее тебе помидоры отдали, только одна цель, не то, чтобы тебя унизить или искать, а просто объяснять, как там нужно за тем прилавком сказать, чтобы быстрее помидоры просто отдали, и все, то есть вот это все тебе скажут, и Алиса заметила это, и Дарина, все, то есть, а эти бесхребеты, они хорошие, но они не испанцы, то есть эти люди не испанцы, если я спрашиваю, говорю, а что у вас там корида, сивильская, она одна из лучших корид, что у вас там корида, вот такая красивая вот эта площадь кориды, и все. И кориды нет? Да, но кориды нет. Виктор Ильич, скажите, пожалуйста, вот настоящие испанцы, о которых вы говорили, это те испанцы, которые будут пытаться получать по 20 евро с подъезжающих автомобилей и при этом курящие марихуаны? Я вам скажу так, Костя говорит, начал возмущаться в Португалии, вот как можно, это же Португалия, я говорю, Костя, мы в Испании, а тут криминальная традиция, это национальный спорт. Да, поэтому, как у немца строят дороги, так у этих, вот, заниматься фигней всякой, поэтому, что ты удивляешься, ты же в Испанию, он говорит, господи, мы же в Испанию приехали, мы же не в Португалии, я говорю, да, в Португалии никто не бросит 20 евро, нигде, и никто не курит марихуану, ну, конечно, вообще, вот сколько людей показывали, что в Португалии свободно курят марихуану, там, ходят, полицейские внимания не обращают, ни на что там вообще. Я, я, честно, пока ни разу не видел, что кто-то курил марихуану, в Лиссабоне, возможно, ну, в Лиссабоне, возможно, ну, вот, провинциях, ну, как бы, вот, мы, тут они, они такие, достаточно жив, знаете, провинции, я имею в виду, в Плоде, состоятельные, зажиточные, я вот так, что люди по городу ходили, курили марихуану, я не видел, как бы, пока, в крайнем случае, ну, может, увижу, конечно. Ну, это не повалено, сто процентов. Олег Викторович, разрешите спросить, вот, когда экспедиционный корпус пересекал Испанию, а затем заехал в Португалию, вы сказали, что вот был такой ракурс, были вот такие какие-то расплавленные скалы, и вы сказали, что видно, что здесь действительно была, ну, были боевые действия. Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, и не связано ли это с тем, что экспедиционный корпус видел на Канарских островах? Оль, похоже, но мне пока сложно сказать, я же пока их просто нафотографировал, я их еще не смотрел, ну, то есть у меня еще времени не было. Ну, что я могу сказать, ну, в коем случае, то, что там что-то происходило, это сто процентов, что это остатки фортификационных сооружений, или это там просто валуны стоят, их тут много, этих валунов, валуны просто стоят. Вот, ну, мне пока сложно что-то сказать об этом, я буду разбираться с этим вопросом, вот, другое дело, когда выезжаешь в Португалию, вот, по сути, уже, ну, глаз-то наметан, в каком-то, в какой-то степени, вот, Португалия, она настоящая, а вот, Испания, она симулятивная, то есть, как будто мы пока ехали, вот, она искусственная. И вот португалец, который нас встречал, он сказал, что Испания умерла, Испании больше нет. Он нам сказал здесь, это в первый вечер, что Испания умерла, Испании больше нет. И он сказал, что не верьте никому, что мы ненавидим испанцев, это неправда, как бы, да, мы, нельзя ненавидеть то, чего нет. Да, и Испании больше нет. То есть, можно было бы ненавидеть Испанию, если бы она существовала, но Испании больше не существует. Ее нет. Они, страна, вот, ну, Евросоюза, это не Испания. И вот, то есть, вот, по сути, еще раз подтвердил мою гипотезу, что Испании больше нет. То Испании больше нет. Есть другая какая-то Испания, которая, ну, совсем не связана с той Испанией. И вот, мы смотрим же даже на 17-й век, они же даже все документы написаны в Мексике, в Бразилии, в Сицилии, ну, то есть, но не в этом, но не в Испании. То есть, вот, по сути, Норвеза, Каранзо, их последователи, вот, написали какие-то документы, все остальные документы написаны, Лоранц Дорадо в Мексике написал, этот в Бразилии, эти там, это, то есть, по сути, все документы написаны в других государствах, сегодня существующих. Тогда их, возможно, не было, этих государств. Была земля в Мексике, да, то есть, какая-то. И поэтому, в общем-то, мне достаточно сложно сейчас говорить комплексно на эту тему, потому что, ну, это же ход исследования, пока он идет, как бы, я, потому что вы спрашиваете, я пытаюсь как-то отвечать, какие-то гипотезы выдвигать по этому поводу. Но, на самом деле, есть огромное количество доказательств того, что эти люди даже не жили на территории современной Испании, то есть, они жили где-то там, как бы, да, то есть, по сути, очень многие люди уехали с территории, то есть, по сути, все дворянство уехало. Да, да, другие регионы, ну, я бы сказал, провинции Испании, то есть, там, Мексику, там, где впоследствии возникли вот эти вот независимые государства, как по, один за одним, как карточный доник, как по обновению волшебной палочки путем революции против Испанской империи, как бы, да, то есть, как бы, да, то есть, возникли революции, а у них тут государствообразующий орден, это орден Иисуса Христа, ну, о чем дальше разговаривать? Специалисты в этом вопросе, просто, как бы, да, вот, Костя с вами правильно отменил, там фотография, говорит, это, португальское посольство, то они не могут без штандартов ордена Иисуса Христа, все посольство в штандартах ордена Иисуса Христа, как бы, да, все монахи, рыцари ордена Иисуса Христа, это государствообразующий орден. Да, если смотришь на всех королей испанских, там мы были в учебном центре, там портреты всех испанских королей, все со штандартами ордена Иисуса Христа, то есть вы по сути, на посольстве штандарты ордена Иисуса Христа по сей день висят, о чем вы разговариваете, ну по сути. Олег Викторович, ну хоть что-то в Севилье осталось настоящее или нет? Ну да, ну как бы не успею, то что мы видели, все симулятивно, но вот мы ездили потом с Алисой, ну мы вместе все ездили, ходили, покупали эти стержни у меня кончились на ручку, как бы, пошли покупать в Монблан стержни, как бы, и там назад просто ехали вдоль этих, увидели несколько храмов, которые закрытые, ну то есть слева справа, Конечно, если поехать еще раз в Севилье, мы могли бы их посетить, как бы, да, эти храмы, что-то, вероятно, они не симулятивные, эти храмы, которые там остались, как бы, думаю, что, думаю, что да, конечно, потому что теперь нужно отделять, как говорится, козла от плевел, как бы, сидеть, что симуляция, что-нибудь, то есть, по сути, ход исследования в два раза менее, то есть каждый раз объект, сначала разбираться, симуляция или не симуляция, а потом уже начинать какие-то выводы, раньше можно было с хода работать, ну, то есть, как бы, то есть, это замедляет процесс, ну, вот, ну и там, конечно, то, что говорили, что там, Женя написала 500 храмов, 500 замков, типа, это неправда совершенно, их 10 штук на всю Испанию, и, в общем, до ней, как туристические центры обозначены, на карте Гагл, как бы, это несложно проверить, как бы, а то, что говорят, что там армия, там кто-то использует, то есть, ну, там еще нужно понимать такие вещи, как отличать между собой такие интересные моменты, как замок, крепость, форт, там, и так далее, и тому подобное, то есть, это не равно замок, то есть, крепость, это не равно, вот, у меня здесь, наверное, в Португалии крепость стоит, укрепление, то есть, это фортификационное сооружение, но это там люди не живут, да, там люди не живут, то есть, это, это, это укрепрайон, но в нем люди не живут, замок, это там, где живут люди, как бы, да, то есть, то есть, это хозяин, вот, у него там, квартир комнаты, знаете, там, всякие, там, туалеты, картинные галереи, бальные залы, там, вот это, вот это замок, а крепость, это не замок, крепость, это фортификационное служить, там может вообще никто не жить, там гарнизон может стоять как бы, а жить где угодно, то есть поэтому они еще путают крепость, замок, форт и так далее, то есть сами названия между собой, и все что стоит это крепость, это замок, это неправда, не надо путать одно как бы с другим, но у меня нет тут замка, у меня тут крепость, ну наверху как бы, а вот там вот я в Калабри, когда жил там во Фима Фреда, там замок прямо, стоит просто он разрушенный замок, и мы у него ходили, гуляли, поразвали нам этого замка, это замок, там жили люди, то есть это вот жил хозяин этого. Алик Викторович, скажите пожалуйста, какие планы экспедиционного корпуса не на завтра, а уже на сегодня? Будем перезаряжаться, то есть водители как бы тысячу километров проехали, как бы поэтому мы дадим им отдохнуть, как бы, завтра никуда не поедем, будем работать здесь, у нас сегодня не лекций не было, будем догонять то, что не сделали, а послезавтра у нас поездка в, да, вот Алиса подсказывает, Кастро-Марим, Кастро-Марим это город, где стоят сооружения, которые принадлежали первым магистром ордена, командором ордена Иисуса Христа, мы туда едем, ну и дальше уже будем планировать второй акт, второй акт, то есть неделя у нас заканчивается, и будем планировать второй акт, вторую неделю уже, смотреть, какой будет план на вторую неделю, как бы, да, то есть мы его еще не планируем, мы только неделю спланировали. Понял, спасибо вам большое, Олег Викторович, что вы нашли время, вы сегодня проехали тысячу километров, вы весь день провели в Севиле, и тем не менее вы нашли время для того, чтобы дать нам интервью. Спасибо вам огромное, Олег Викторович, и безусловно, с нетерпением, как бы, когда у вас будет еще какая-то версия по Испании, попрошу вас рассказать, потому что, ну, очень интересно, куда же делся оригинал, и был ли он вообще там? С самым Петером был интересен, куда делся оригинал, куда-то делся. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.